Мы начинаем нашу вторую секцию, которая посвящена поддержке и сервису. Или сервису и поддержке. И наши уважаемые участники, которых я сейчас с огромным удовольствием представлю. Вячеслав Аверин, компания TerraSoft. Поприветствуйте, пожалуйста. Человек, возглавляющий продажи этой компании по всему миру. Есть что рассказать. Евгения Кириленко, глава Customer Success компании Competera. Константин Федчук, возглавляет клиентскую поддержку компании SendPulse. Константин Федчук. И Инна Насадюк, клиент-сервис-директор известного рекламного агентства Havas Digital. Ну что, у нас формат тот же. Слава, пожалуйста. Вы начинаете. Друзья, всем привет. Миша мне сейчас подсказал, что я выступаю третий раз на подобных ивентах. Очень-очень рад вас видеть. Обожаю этот формат. Надеюсь, нам всем будет интересно. И я хочу начать с поиска схожести. Вот мне нравится менеджер такой. Лея Кока есть. Я не знаю, знаете или нет. Я считаю, что мы с ним несколько схожи. Несмотря на то, что он старая, точнее умер и руководил очень крупными компаниями и совсем в другой сфере. Но он говорил одну очень крутую вещь, что в бизнесе самое главное это общение. Именно поэтому, когда этот первый ивент, на который Миша меня не приглашал, а я сам напросился, правда, Миша, когда узнал, что мы будем говорить о коммуникациях, потому что это, по моему мнению, вообще самая важная история. Несмотря на то, что я не отвечаю за продажи террасофт во всем мире, но спасибо за рекламу, я отвечаю за кусок маркетинга и действительно за часть продаж, которые связаны с устраниванием процессов, метрик. Называется это департамент sales enablement. Но да, действительно, мы работаем с разными странами. Тут абсолютная правда. Так вот, при этом я выступаю в панели сервиса. Это, наверное, не случайно, потому что я хочу рассказать о NPS. Я могу просто кликать, да? Тема, можете не обращать внимания, я сейчас все расскажу вам. Значит, какая у нас была проблема? Проблема, это тоже меня попросили так написать. Боль на самом деле, это реальная боль, несмотря на то, что вроде как с клиентами у нас всегда были неплохие отношения. Более того, наши R&D формируют всегда свой roadmap на основании реального фидбэка клиентов. У нас есть тестовые группы, которые советуют нам что-то сделать в продукте. Но при этом мы начали замечать, ну, такие не самые приятные тенденции. Первое – это черный. Это ток клиентов. Я на всякий случай переведу. Значит, несмотря на то, что средний по рынку, он выше, чем у нас, нас все равно начал этот вопрос немножко беспокоить, потому что была определенная динамика к росту. Вторая история – это вообще наш подход с работой к черну. Клиент уходит, потом мы ему звоним и спрашиваем, от чего ты ушел. И даже если как бы его проблемы решаемы, ну, уже прошло то время, когда надо было их решать. То есть такая реактивная поддержка. Ну, и третья история – это затраты, потому что все вы… А тут у всех есть клиенты. Поднимите руку, у кого есть в бизнесе клиенты. Ага, супер. Ну, значит, интересно будет. Вы знаете, что привлечь нового клиента или вернуть клиента стоит очень дорого, а удержать старого вроде как проще. И вот этот пункт я отношу к третьей проблеме с затратами. Что мы для себя поставили как цель? Ну, во-первых, на самом деле не во-первых, но косвенная цель, которую мы приследовали, это поднять сам уровень сервиса для клиента. И мы всегда были уверены, что уровень сервиса надо поднимать саппортом. Выяснилось, что это абсолютно не так. Тоже об этом расскажу. Второе – это слышать customer voice, когда этот voice еще плюс-минус не очень напряжен, не очень негативен, когда с ним можно еще о чем-то договориться. Ну и последнее – это найти bottleneck, которые есть в самом процессе работы с клиентами. Повторюсь, мы думали, что эти bottleneck в основном у нас находятся на стороне саппорта. И нас это очень-очень-очень беспокоило, потому что у нас там скорость реакции, скорость решения инцидентов. С каждым годом мы били собственные рекорды, но при этом все равно как-то ситуация была не лучшим образом, разрешалась в нашу пользу. Что конкретно мы сделали? Ну, во-первых, запустили сам сбор NPS. Запустили абсолютно разными каналами. В первую очередь это был email. Я тут Америку не открою. Все очень просто. Шкала от 0 до 10. Один вопрос, насколько вы готовы порекомендовать и так далее. Начали собирать такие оценки. Из особенностей, которые делаем именно мы. NPS – это история, которая работает с контактами. Мы работаем в B2B-сегменте, работаем с бизнесами. Мы ставили себе дополнительный KPI, что у нас должен быть определенный уровень проникновения, наличия оценки NPS в компании. То есть, например, если это крупный интерпрайз-клиент, у него есть там рабочая группа 7-10 человек, которые коммуницируют с нами. Нам надо получить не менее 50% оценок от рабочей группы. То есть оценка одного контактного лица в компании для нас нерелевантна. А вторая история – это внутренняя коммуникация. Вообще самая сложная часть в этом всем блоке, потому что мы получаем оценку. В ней написано, ребята, у вас плохой партнер, не совсем понятная для меня политика ценообразования и саппорт. И дальше начинается история, что с этим делать. И мы инвестировали большое количество времени в выделение прямо отдельных ролей. И тут я подхожу к третьему блоку. Кто будет с этой обратной связью работать? В первую очередь мы просто разбрасывали этот фидбэк на соответствующий департамент, а потом завели менеджеров, которые у нас называются Customer Success Manager, который в принципе отвечает за удовлетворенность конкретного клиента своего портфеля по любым вопросам внутри компании. То есть, не знаю, мне не нравится ваше новое название, и он должен с этим что-то тоже сделать. Что в итоге мы получили? Сам NPS мы запустили, были низкие результаты за год использования, стали они выше. Не могу сказать, что это прям победа, наверное, сомнительная, потому что можно было его и дальше не считать. Но по факту хорошо, что он вырос. Наверное, мы все делаем правильно. Снижение черн тоже очень спорный показатель, потому что мы делаем на самом деле много мер, чтобы снизить черный NPS, и работа с NPS это одна из них. Но при этом все-таки мы тоже понимаем, что сбор обратной связи от клиентов помог нам в этом вопросе. Ну и второе, это экономия ресурса. Вы помните предыдущий слайд, мы выделили отдельные роли, но при этом эти роли нам позволили сэкономить большое количество внутреннего ресурса, который в таком хаотичном порядке, в хаотичном порядке работал с одним клиентом. Замкнув это все на одном человеке, у которого есть, знаете, как это сказать, такие уже типизированные ответы для клиентов на самые проблемные вопросы, мы тем самым снизили нагрузку на наши ресурсы в других департаментах. Ну и перед тем, как я перейду на слайд спасибо, хочу рассказать все-таки, где здесь коммуникация. Первое, когда мы делали email-рассылки и получали фидбэк, мы очень быстро поняли, что нам этого не хватает, потому что, например, есть оценка 7, ну оценка как, да, что с ней делать, абсолютно верно, и никаких комментариев нет. Комментарий мы вообще в письменном виде получали где-то в процентах 7-10 оценок, да, очень мало. Мы начали звонить. Для нас это было не тяжело сделать. Наш бизнес разделен на сегменты. Мы выбрали целевые сегменты, enterprise business и corporate business, начали обзванивать их. И вот здесь началось самое интересное, что касается коммуникации. Звоним мы IT-директору или, не знаю, руководителю проекта, и он говорит, слушайте, мне нравится работа с вами, но мне не хватает какой-то конкретной фичи. И представьте радость и удивление этого человека, когда в следующем roadmap эта фича появляется. Возможно, не из-за него, но она там появляется. То есть это как раз вопрос коммуникации. Иногда из-за него, иногда, когда мы собираем там 2, 3, 4 таких фидбэка, мы понимаем, что это must-have в нашем продукте. И, конечно, коммуникация внутри компании. То есть все процессы, любая оценка, которая приходит к нам от клиента, мы уведомляем о ней всю вертикаль людей, которые работают с этим клиентом. И на самом деле пока не жаловался никто, несмотря на то, что это действительно такой массив данных, но мы ввели даже внутри у себя регламент, что вот эти ответственные менеджеры, как они должны реагировать на эти рассылки, что они должны делать и как мы им в этом процессе помогаем. Спасибо, Слава. Друзья, спасибо. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Костя, пожалуйста. Кликер и следующий слайд ваш. Всем привет. Меня зовут Константин. Сразу скажу, выступаю первый раз, поэтому могу быть немного нудным. Тем не менее, хочу поделиться опытом, как мы в компании S&Pulse за последние года и до нынешнего момента строим отдел технической поддержки путем выстраивания качественных коммуникаций и прочего. Хочу сказать, что пять лет тому назад, когда компания S&Pulse только начинала свой путь на рынке e-mail сервис-провайдеров, техническая поддержка насчитывала всего два человека. Этого вполне хватало, чтобы обеспечить как качественные коммуникации, так и в принципе выполнить всю работу, помочь всем клиентам. Работали ребята посменно. Одним из них был я, ребят. Когда приходил второй человек, просто смена ему передавалась, причем нормальным тоном считалось отдать, как говорится, смену подчистую. То есть ноль передавался в ноль. То есть один человек закрывал полностью все. Но сервис рос годами, добавлялось много новых фич. Количество обращений в техническую поддержку росло. И стала следующая проблема. То есть как же нам все это успевать обрабатывать? Самым очевидным и самым простым способом решения этой проблемы было принято решение набрать много людей. То есть это все понятно. Набрали много людей, но столкнулись со следующими проблемами. А как же заставить этих людей коммуницировать так, чтобы клиенты были довольны, чтобы клиенты не попадали каждый раз на разных менеджеров и с нуля объясняли им свою проблему, чтобы, опять же таки, чтобы каждый саппорт менеджер считал нужным ответить этот тикет, чтобы они не оставляли тикеты на завтра, либо не оставляли это на своего коллегу, грубо говоря. Первое, что было придумано, это, ну и как бы казалось правильным, нужно все структуризировать. Почему? Потому что мы выделили две группы основных вопросов, которые подают пользователь в саппорт. Это, грубо говоря, технические и нетехнические или слаботехнические вопросы или проблемы. Те, что касается слаботехнических, они должны будут отвечаться очень быстро. Как правило, это какая-то информация с базы знаний либо какой-то заготовленный ответ. То есть он не носит никакой технической нагрузки, никакого бага не содержит и так далее. Вот. Второй отдел формировался уже более компетентных сотрудников, более технически подкованных. Они уже коммуницировали последнее с Dev Department, ну и решали более сложные вопросы, которые требовали тестирования, требовали проверок, требовали качественных ответов. Третья линия поддержки выделялась еще более узконаправленные люди, которые имели еще более узконаправленные компетенции. В данном случае у нас конкретно это люди, которые занимаются контролем качества создания рассылок, delivery менеджеры, антиспам менеджеры и так далее. Вот. У каждого отдела уже мы поставили своего тимлида и непосредственно мне уже не надо было общения со всеми 20 человеками, которые ходили, между прочим, 24 на 7 стали ходить. Достаточно было просто собрать трех тимлидов, донести им информацию, и они уже выстраивали у себя в подкомандах всю работу. Вот. Но как же тогда заставить их между собой, собственно говоря, как смотивировать человека внутри команды выполнять больше, качественнее, да, и не просто отвечать на какой-то тикет, а отвечать так, чтобы человек, который придет, который обратится, он еще и поставил хорошую отметку. В общем-то просто ходить как бы с палкой, бить всем, давать подзатыльники, отвечая, отвечая, так не работает. Говорить, что мы вам поднимем зарплату, тоже не работает. Ну, потому что все сидят, все смотрят на общий пул этих тикетов, никто не хочет ничего делать. Поэтому мы сели, подумали, решили сделать некую систему рейтинга. Вот. Посмотрели это все в своих собственных магазинах Союза. Там они вывешивают так называемых лучших продавцов недели. Вот. Мы решили внутри компании, внутри отдела тоже сделать такую доску, скажем так, почета. В общем-то мы начали собирать все метрики, кто сколько чего отвечает, и с помощью такой как бы геймификации, чтобы посмотреть, кто попадет в топ, кто лучший, заставить как бы конкурировать между собой. Вот. Ну и это сработало, скажу сразу. Да. То есть первое, что… Почему это сработало? Потому что проснулся у ребят такой некий спортивный интерес. То есть все захотели быть в топе. Вот. Те, кто были на втором-третьем месте, они как бы уже начали чувствовать, ну почему-то я не в топе. В общем-то и так далее. Это сработало. Второе. Структуризация дала нам то, что теперь донесение информации, постановка задач стала гораздо проще. Вот. Ребята между собой тоже стали коммуницировать более четче, потому что мы… потому что им стало проще донести друг другу эту информацию. Вот. Ну а клиенты стали получать более качественные, более быстрые ответы. И, собственно, все были в профите. Все. Позитиво, Костя. Отличное выступление. Спасибо большое. Инна, пожалуйста, ваш кейс. Спасибо. Сейчас я настроюсь. Все. Класс. Ребят, вы уже знаете, что меня зовут Инна. Я из агентского бизнеса. Работаю там около 13 лет. Скоро, наверное, будет 14. Вот если вы работали или сталкивались с агентством, понимаете, что у нас бизнес очень хаотичный. Наверное, плохо простроенный в плане не такой серой, как у ребят. У нас все на коленке и как пойдет. Мы горим, все горит. В общем, пытаемся зарабатывать деньги и делать проекты, но все время состояние хаоса. И вот некого такого нервного подрыва. В этом всем хаосе у меня странная роль. Я head of client service и выступаю в роли психолога для клиентов, для того, чтобы все, что у них там болит, жмет и не устраивает, все это слышать, слушать и, в общем, как-то чувствовать и успокаивать. Поэтому такая вот у меня странная история. И где-то год назад я читала, кстати, тоже по client service, пыталась чему-то новому в этом всем научиться. Видела цифры, которые видите на экране, которые заставили меня призадуматься и, собственно говоря, заняться некой домашней работой. Цифра говорит о том, что вам значительно проще продавать проекты вашему бывшему клиенту, то есть которые не текущие, а вот вы потеряли, и он вернулся. Лучше и проще, чем какому-нибудь новому. Учитывая, что в агентстве я занимаюсь, кроме того, что я успокаиваю клиенту, делаю им хорошо, я сейчас занимаюсь новым бизнесом, как бы ищу новых клиентов. Учитывая, что новый бизнес тоже болезненная история, постоянно какие-то тендеры, ты выигрываешь не такой уже большой процент, конкуренция и так далее. Я подумала, что, слушайте, если так это правда, и если можно построить, вернуть старых клиентов, то, конечно же, я лучше буду заниматься этим, чем сливать свой тампон рабочего дня на холодные звонки, тендеры и так далее. Это заставило меня посмотреть в сторону, а кого же мы потеряли. И когда я посмотрела, сколько мы клиентов потеряли за даже мои 4 года работы в агентстве, мне стало немножко страшно и обидно. И, собственно говоря, я подняла глобальный вопрос. Ребята, давайте посмотрим, кто ушел, почему ушел и что мы с этим будем делать. Расскажу вкратце, кого я называю потерянным клиентом или тех, кого уходит. Хотя я думаю, что потенциально на пальцах и так понятно, кто этот человек. Это либо он не выходит на коммуникацию, вообще с вами не общается, либо мало заказывает, либо дает какие-то брифы, но это не прирастает в заказ, в оплату и так далее. То есть, грубо говоря, не ваш current клиент, с которым все хорошо, и вы с ним работаете постоянно, и у вас все в порядке. И к этих клиентам, правда, было много. И это пришло к тому, что мы начали разрабатывать систему возврата. То есть что делать с этими клиентами для того, чтобы потенциально их вернуть и убрать их с категории потерянные, забытые, прошлое и так далее. Система, которую мы разрабатывали в этом году, она, честно говоря, была создана на коленке, чисто интуитивно метапробе ошибок. Я уверена, что мы сегодня о ней поговорим и покажем, что у нас получилось на текущий момент. Но если у вас есть какая-то CRM-система, которая позволяет вам это делать не на коленке, а систематично в чем-то, у вас явно результаты будут быстрее, чем у меня, лучше, и я надеюсь, что эффективнее. Если мы говорим о выстраивании системы, у меня, то, что я проходила через все эти четыре этапа, они, наверное, тоже интуитивно понятны. Первый этап — это просто было принять, осознать и смириться с тем, что да, твои клиенты ушли. И ты, конечно, клиент-сервис, но, может, не идеальный или не бывает идеального клиент-сервиса, и ты тоже можешь кого-то терять. Наверное, для меня это был самый сложный этап. Я вообще отличница, и я вот со времен школы должна быть лучшей, идеальной, гениальной, и только на пятерке. Оказывается, что где-то было 4 с минусом, 3 с плюсиком, учитывая количество клиентов, которые по факту ушли. Второй этап — это, в принципе, было разобрать причины. То есть понятно, что недалеко не все причины могут быть связаны с вами. То есть там, может быть, клиент закрылся бизнес, конкуренты, все что угодно. То есть нужно, как бы мы сделали систему, разобрали, кто ушел, почему ушел. Третий этап — это, в принципе, была какая-то классификация, учитывая, что я выгребала базу клиентов за 4 года, понятно, что было много с кем работать, и я не могла бросить себя на всех и давай сразу всех возвращать. Поэтому надо было как-то делать поэтапно, и мы выстраивали систему и дробили клиентов на тех, которые нужно вернуть прям вот срочно, срочно завтра, потому что клиент хороший, приятный, денег много, или тех, кто можно потом, или тех, кого, слушайте, ушел, слава богу, лучше, чтобы не возвращался, не будем возвращать, вот пусть там, пусть там и полежит. И, в принципе, когда мы уже сделали категоризацию клиентов и понимали, что мы с ними делаем, мы простраивали план действий. Вот я вам сейчас покажу некую такую систематизацию плана действий, что с ними делать, а вы сможете потом как-то на свой бизнес, скорее всего, эту систему адаптировать или даже каким-то образом оцифровать. По факту у меня это вылилось, я понимаю, что вам, возможно, не сильно хорошо это видно, в некую табличку, где я классифицировала этих клиентов по причинам, точнее, по каким-то показателям, как они себя ведут. Допустим, не знаю, там, не выходят на связь, или их какие-нибудь брифы и заказы не превращаются в реальные деньги, и прописала для себя список неких инструментов, которые я сейчас использую для того, чтобы их возвращать, этих клиентов. Эта система у меня тестовая. В идеальном мире она в этом году сольется вниз на менеджеров, у них будут какие-то полномочия, у них будут понимать, что работа по этой системе, они тоже могут какие-то инструменты использовать. Давайте я вам покажу, грубо говоря, разберем какой-то один стоп, чтобы вы понимали, как она строится, для того, чтобы вам было понятно вообще логику. Например, если у нас клиент, его запросы не приводят к заказам, мы, к примеру, присылаем ему письмо с какими-то бонусами и первичным сервисом, или, к примеру, мы просим оценить работу компании, то, о чем уже говорил коллега, да, это очень хороший пункт. Но мы понимаем, к примеру, что если клиент не заказывает у нас ничего, то какие-то другие методы, к примеру, индивидуальное коммерческое предложение может не сработать, или инвайт на какое-то мероприятие тоже может не сработать. Эта система, ну, довольно такая вот, то, что я уже говорила, на коленке собрана из того, что было интуитивно, казалось правильным и понятным, я понимаю, что в вашем бизнесе она может быть другая, но вообще суть темы спича идет к тому, что клиента потерянных довольно много, и, скорее всего, у каждых из нас. А привести их в current очень даже можно просто и несложным способом. Я вам покажу то, что получилось у меня сейчас. Вот такими способами, вот этой вот таблицей, вроде простой, интуитивной, понятной и, кажется, не гениальной на первый взгляд, нам получилось свернуть 35% клиентов. То есть это те клиенты, которые вообще с нами не взаимодействовали последний год или полтора, теперь мы с ними обсуждаем новый проект, мы рифуемся на новые какие-то задачи. Из того, что здесь еще нет, учитывая, что система была видена только в этом году, тут пока что нет среза, полученные деньги после них и потраченные усилия, в том числе и деньги, потому что вы понимаете, что организация мероприятий для клиентов, окей, это минус из нашего же внутреннего бюджета. Поэтому я думаю, что через год после этого слайда будет уже слайд вложила, получила, уже будет более интересно смотреть, но в целом идея вот такая, о чем хотел вам сегодня показать и рассказать. Спасибо, Инна. Спасибо большое. Женя, принимайте эстафету. Мне в прошлый раз запретили показывать этот слайд, в этот раз разрешили. Все меняется. Крутяк, спасибо. Немножко сегодня расскажу чуть о другом, расскажу о том, где сейчас, чем занимаюсь и как к этому пришла, собственно. Я сейчас работаю head of customer care в компании Compitera. Это B2B SaaS решение. Если говорить вообще о специфике B2B SaaS, то тут в сторону сервиса выстраиваются сразу две команды. Это команда Customer Success и Customer Support. И это чуть-чуть разное. Разное в двух подходах. У нас в компании есть два департамента, и когда я пришла, это было два абсолютно независимых действующих департамента. В чем разница у этих двух департаментов? Когда вы продаете сервис по подписке, когда его надо, когда контракты надо реньюить, вы, соответственно, не можете работать с клиентом в рамках его регулярных быстрых запросов. Вам надо строить более долгосрочные отношения, вам надо превентить чарн и так далее. Соответственно, выстраиваются два отдела. Суппорт как реактивная поддержка, реактивные ответы на запросы клиентов и Сексес как проактивная поддержка, проактивные отношения с клиентом. Сейчас расскажу, как это было. Если говорить о том, как у нас изначально было, и было как-то вот так на самом деле. Почему? Потому что немножечко была разрознена коммуникация между командами. Это две команды, они независимые, у каждой есть свои цели, свои темлиды. Команды идут в разные стороны, и как бы вот они немножечко недоговаривают. То есть если мы говорим про ежедневные планинги, то они проходили в разных местах офиса для того, чтобы никто не знал, а что там происходит. Соответственно, что еще было из такого основного? У нас не было, к сожалению, одной базы, где мы хранили всю информацию о клиентах. И, соответственно, это было как каждый раз. То есть кто-то строит долгие отношения с клиентами, кто-то короткие. Тем не менее, каждый раз, когда к тебе пришел клиент, тебе надо было уточнить, а что было до, или, не дай бог, если у тебя нет этой информации заранее, ты еще у клиента уточняешь. Мол, там вам что-то пообещали, я не очень в курсе, что, а что. Что не очень, то же good. И, ну, как результат, никто не любит, когда вы пришли как клиент, чтобы решили вашу проблему. Никто не любит, когда вы уже рассказали одному менеджеру, подключается второй, и говорит, слушайте, ну, расскажите теперь о вашей проблеме. И ты такой, блин, это на самом деле то, что было, и есть такая штука, как internal обидки, я их так и назвала. Почему? Потому что если смотреть на рынок, это не секрет, если смотреть на уровень компенсации труда, success department, так как это люди, которые больше о бизнесе, больше о деньгах, больше об обселлах, это роль чуть более оплачиваемая, и это тоже рождает внутренние такие штерочки на предмет, ну, вот эти вот success и небожители, а мы тут суппорт херячим, куча запросов, а они вот там что-то сидят, какие-то обселлы, и что-то там считают, какие-то калькуляторы. Что делали, как трансформировали, как меняли подход? У меня был такой вопрос, можно ли это все объединить? Вот на самом деле можно, и если у вас вдруг точно такая же история, что однозначно советую? Советую поменять mindset. У нас стал one room communication. Мы, несмотря на то, что сидели все в одной комнате, все ретро, все демо, все у нас проходило отдельно. Сейчас это происходит в рамках одной комнаты, чтобы другие департаменты слышали, чтобы им было прозрачно, что считают success'ы, или какие проблемы есть у суппорта. Что еще делали? У нас, соответственно, появилась жира, куда мы собираем всю информацию о клиентах. Я не могу сказать, что это тот замечательный, как говорила Инна, автоматизированный тул, потому что он у нас не автоматизирован. Мы в жире трекаем запросы клиентов, которые поступают в интерком, соответственно, суппортовские все коммуникации там, success'ы должны ручками писать. Тем не менее, если есть деньги, если есть желание, как customer success и support, вы можете использовать кучу, есть на самом деле, кс-овских тулзовин, которые автоматизируют все общение. У нас стал глобально один департамент. То есть у нас сейчас customer care, который, собственно, ребята начали себя не ассоциировать, как вот они с success'ы и support'ы, а мы все здесь про care, про customer care. Мы все здесь для того, чтобы наши клиенты были счастливы. Мы все здесь для того, чтобы сделать так, чтобы клиенты счастливы, нам деньги платили больше, и мы, соответственно, зарабатывали с ними. Ну, если говорить про основное, то есть клиент… Мы перестали задалбывать с одними вопросами, мы начали себя идентифицировать как одна команда. И что еще очень крутое на самом деле, у нас, у ребят, ну, как бы так сложилась жизнь, так сложились обстоятельства, что support'ы попробовали отчасти функцию success'ов. Почему? Мы разделили клиентскую базу на стратегических и нестратегических. Стратегические — это те, которые потенциально, ну, платят сейчас много денег и могут дальше платить много денег. И нестратегические — это те, которые небольшой чек, но могут много вопросов генерить. И вот этих нестратегических отдали ребятам support'у на как раз проактивную реакцию. То есть ребята получили новые скиллы по итогу. Они начали быть не только реактивными, но начали больше разбираться, что же делает success, и, собственно, поняли, о чем эта роль. Ну, и как результат, у нас действительно сейчас одна большая команда, которая полностью знает, что происходит с клиентами. Если вдруг что-то происходит, или так как идет открытая коммуникация в рамках одной комнаты, и обсуждаются вопросы одного клиента, мы все знаем, что с ним происходит. У нас есть собранная информация в одном месте. Да, это не автоматизировано, к сожалению, но тем не менее или в рамках коммуникации, или в рамках одного места всегда можно посмотреть информацию и не задалбывать клиента вопросами, так что же там было в предыдущей серии. Ребята стали себя понимать и чувствовать, как одна команда, у них одна цель, они уже не success support, они уже customer care. И это на самом деле очень сработало. Поэтому по всей моей истории я была в success, была в support, теперь у меня микс команды success и support. Это самая реальная история, которая в рамках коммуникации внутри, в рамках работы с клиентами максимально эффективна. Потому что, как уже говорилось, вы на самом деле, если мы говорим про сервис, это все о клиентах. Это о том, чтобы им было комфортно с вами, чтобы после того, как случилась та самая продажа, они и дальше понимали, зачем оно было. Ну, то есть знали силы, что это все было не зря. Клиент понимал, зачем он. Ну и, собственно, те, кто работают с клиентами, понимали, для чего они тут. Как-то так. И у меня еще последний слайд, который тоже разрешили добавить. Спасибо. Спасибо, Жень. Ну что, коллеги, на диваны. Стандартная охрана. Так, сразу, есть ли вопросы? Пожалуйста. Ольга, компания Сиклум. У меня ловерды к славе. Есть ли какое-то значение, там, количество пунктов NPS, которое бы сделало команду lead gen маркетинга счастливыми? И если оно сделает вас счастливыми, будете ли вы это использовать для external communication и для lead-огенерации? Оль, спасибо. Нам пообщаться надо, я так понимаю. Смотрите, на самом деле очень крутой вопрос, потому что, ну, например, NPS скрыл, я делал тизер в своем выступлении об этом, NPS скрыл те проблемы, о которых мы не знали. То есть мы думали, повторюсь, о саппорте, ну, где-то, наверное, о ценообразовании, а оказалось, фидбэк, например, ребята, вы там 10 лет продавали CRM-систему, вы, наверное, очень неплохо соображаете в продажах, а чего вы не научите этому своих клиентов. Конечно, такой фидбэк – это прям руководство к действию маркетинга. Но сейчас это отстроено в формате все-таки индивидуального подхода. Я не могу сказать, что мы массово там строим медиаплан, исходя из оценок NPS, которые получаем. Но так как команды работают вместе, мы соединили продажи, вот этот блок NPS, который у нас лежит на sales enablement и маркетинге, это очень замкнутая история, и мы очень быстро об этом узнаем и, конечно, превращаем там в какие-то ибуки, вебинары, подобного формата ивента и так далее. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, конечно. Здравствуйте. Мой вопрос к Константину. Вы рассказывали про топ, которые формируются для ваших сотрудников, которые мотивируют их работать лучше. Расскажите немного о этой KPI или какие-то показатели, вот что влияет на этот топ и его формирование? Да, спасибо за вопрос. Мы берем срез по каждому человеку, сколько он отвечает тикетов, сколько он берет чатов, сколько он получает позитивных, негативных фидбэков от пользователей. Все это считается, высчитывается медиана, ему присваивается потом, грубо говоря, единица, но там целая формула такая длинненькая. Потом выставляется еще и коэффициент. Все остальные члены команды выстраиваются, отсортировываются уже, грубо говоря, по этому коэффициенту. Если, например, чуть больше человек получает вот этих вот KPI, которые я озвучил, то он добавляется по коэффициенту плюс 10%. Таким образом, грубо говоря, где-то в середине будет тот, кто работает на среднем уровне, ну а на топе там уже будет тот, кто лучше всех. Ну да, мы срезаем, вот если как бы отвечая на ваш вопрос, то это получается в основном количественные показатели и качественные. То есть можно ответить, грубо говоря, много, но некачественные, при этом опуститься вниз. Можно ответить меньше, как бы обработать меньше обращений, но всегда очень качественно. Есть и такие ребята, которые просто, грубо говоря, коэффициентом выходят в топ. Да, я просто говорю историю, что очень часто бывает, что действительно чат был отличным, ты помог клиенту, но клиент поставил плохую оценку. Просто не потому, что была плохая работа со стороны саппорта, а именно, ну вот в принципе у клиента была какая-то проблема, он обратился с какой-то проблемой, у него в принципе сложилось какое-то негативное отношение. Выходит, что для саппорта, возможно, это как-то даже дезмотивирует, потому что вот такая оценка, и он не виноват в принципе. Да, именно так оно и было, и поэтому мы раньше как бы не делали срез, вот это вот фидбэков пользователей, особенно негативный фидбэк, потому что считали, что там очень большой процент таких фидбэков, которые вот незаслуженно идут, грубо говоря. То есть чат был хороший, проблема была решена, тем не менее. Но потом мы начали как бы с ребятами как бы теснее коммуницировать, разбирать все эти фидбэки, и выяснилось, что оказывается, можно учиться, и нужно доносить, грубо говоря, даже плохую какую-то информацию, то есть вот, например, ну у нас нет такой опции, либо, например, пользователю, ну там, не знаю, грозит блокировка и так далее. Тем не менее, можно ее так предоставить, что человек, ну если не поставит вам хоть позитивный фидбэк, он как минимум не поставит негативный, то есть он поймет, скажет, ну да, ну ладно. Спасибо, Костя. Можно я еще добавлю, так как у меня был опыт руководства суппортом, вот эта вот штука на самом деле в плане геймификации, в плане рейтингов, она очень мотивирует. То, что делала я, у меня были действительно такие комнаты суппорта, в которых везде были экраны, на которых выводился вот этот самый рейтинг. При этом, отвечая на ваш вопрос, на самом деле, правда, метрики можно взять любые, и хороший тимлид, по-хорошему, перед тем, как там мы делали срез раз в неделю, обновляли на экраны, он проверит, насколько там адекватно, неадекватно. И мы на самом деле ручками вычленяли те фидбэки, которые были не очень релевантны. При этом, что делали для того, чтобы люди понимали, там вот человек, который в топ рейтинге, за что он там попал. Мы еще брали вот именно кудасы, которые писали сами клиенты там, да, и показывали их тоже. Соответственно, то, что вот эта система очень работает, она мотивирует, и на самом деле через какое-то время мы увидели скачок в росте показателей, потому что каждый хотел, чтобы его светлая мордашка была на экране в трех комнатах, и, соответственно, это работает. Насколько были ли вот эти, как я уже говорила, интернала битки, а вы там посчитали, неправильно были, при этом это все можно было открыть, показать, и тем лиды, они отсеивали вот эти рейтинги, где там все хорошо, все замечательно, но оценка плохая, потому что настроение плохое. И, соответственно, вот если команде показать систему рейтинга, если показать, что она прозрачна, как она считается, и все открыть, это очень крутой инструмент с точки зрения мотивации и суппорта агентов. Спасибо. У нас вопрос. Да, вопрос всем спикерам, если можно. Вот как раз в таких конфликтных ситуациях, когда вам ставят плохие рейтинги, какие у вас с точки зрения коммуникации подходы к негативному фидбэку клиентов, если вот он совсем негативный, как вы с этим справляетесь? Спасибо за вопрос. Начну первым. Ну, у нас, во-первых, настроено уведомление, то есть каждому саппорт-менеджеру летит сразу на его e-mail письмо о том, что он получил негативный фидбэк. Там есть информация от кого, он в каком чате, либо в каком тикете получил его. И обязанность саппорт-менеджера тут же отреагировать, то есть пересмотреть диалог и тут же отреагировать, то есть написать, выйти на контакт с этим пользователем, уточнить, что было не так, проанализировать. Либо если он как бы и сам знает, что было не так, то он просто доделывает то, что должен был доделать, например, кладет в Dev какой-то баг-репорт и уже, собственно, как бы дает развернутый ответ. То есть все негативные фидбэки просматриваются непосредственно самим менеджером, саппорт-менеджером, который должен на него отреагировать должным образом. Плюс эти фидбэки летят мне, как руководителю. Я тоже потом просматриваю, чтобы никто ничего не забыл. От меня по опыту чуть другая рекомендация. Ну, во-первых, прежде всего, как уже говорила, у вас уже должна быть к этому моменту понятная картина. То есть вы получили негативный фидбэк, вы четко понимаете, что вы не будете сейчас приходить с теми же вопросами, а что же там случилось. То есть как минимум у вас есть понимание, в чем причина. Дальше вы подстраиваетесь, как раз, имея всю историю о клиенте, подстраиваетесь под то, как ему комфортнее. Если наш менталитет, ну, правда, мы очень любим, вот если мы говорим про постсоветское пространство, чтобы с нами поговорил кто-то директора мне, пожалуйста. И вот моя рекомендация лично, ну, не надо на самом деле самому агенту отвечать. Позовите кого-то другого, пусть он представится, или менеджера. Ну, то есть пусть клиент поймет, что вот оно вот так. Не могу сказать, что это хорошая практика, но оно вот работает. Ну, любят так люди. Если мы говорим про иностранцев, то они, в принципе, больше любят, что, ну, вот есть проблема, я вам о ней и сказал, негативный фидбэк я вам насыпал, решите. Вот тут, пожалуйста, есть две простые вещи. Ну, вот от меня рекомендация с постсоветским пространством, пусть решает менеджер или тот, кто представился менеджером. И в любом случае, если вы получили негативный фидбэк, с ним надо работать. Это круто, это замечательно. Он вам дает почву или для того, чтобы продукт улучшать, или для того, чтобы подумать, а где вы не дорабатываете. И плюс, ну, пусть лучше будет так, чем на самом деле вот эти нейтральные 7, которые вам даже не пишут. Поэтому круто, что вам насыпают фидбэк. Как показывает еще мои цифры математика, те, кто насыпают вам негативный фидбэк, остаются дольше, чем те, кто или супер хэппи, потому что проходит, или вообще молчит. Коллеги. Ну, кстати, у меня просто чуть-чуть, опять же, из-за того, что бизнес другой, возможно, будет слегка другая точка зрения, но сходится она именно в том, что и правда получить фидбэк не так бывает просто. У меня всегда очень простой вопрос клиенту, особенно если он там у Каренца или там не так давно был Карентом. Я ему спрашиваю, готовы ли он меня кому-то рекомендовать. И всегда есть два варианта ответа. Если он говорит «да, готово», значит, в принципе, все хорошо. Если он говорит «нет», и тогда в любом случае ему придется отвечать, почему нет. То есть ему нужно будет ракоментировать, что не так. И для меня это способ получить обратную связь от него. но в любом случае, когда я высылаю ему, я вверх к тему звоню и говорю, что там я клиент-сервис, отвечаю за его же счастье. И там по-разному можно получить в ответ. Либо наконец-то он получил доступ к телу, и можно за все это высказать, все, что с ним было. Но чаще всего мы с ним проговариваем какую-то систему дальнейших шагов. Или, допустим, там смена команды, если совсем ему тяжело было, он категорично не готов повторить свой опыт. Или если все еще чуть заболел в одном месте, но не все плохие, мы просто фантюнем немножко. Но в целом коллеги со мной будут согласны в том, что в любом случае фидбэк — это очень хорошая история. И мы всегда клиента благодарим за то, что они нам дают какую-то обратную связь. Спасибо. Слава? На самом деле, если у вас негативные оценки, я вас поздравляю. Это очень круто. Я согласен со всеми отвечающими на этот вопрос. Я приведу примеры из моего опыта. Я начинал карьеру как менеджер по продажам. Я очень любил, когда ко мне попадали клиенты, которые уже успели пожаловаться на моих коллег. Вот Ваня, все плохо, ужасно. Написали на SEO жалобу и так далее. На контрасте очень легко сыграть. Надо быть просто неплохим парнем, и уже будет все замечательно. На самом деле, я очень согласен с Женей. Главное, в негативной оценке это не безразличие. Человеку не все равно. Но я не буду тратить время, помогая другой компании развивать свой сервис, если мне плевать на эту компанию. Если мне не плевать, я напишу негативный отзыв. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Секунду. Добрый день. На всякий случай, Customer Success, Uscan. У меня вопрос, собственно, к Евгении и Инне. Евгений, у меня вопрос, какими поведенческими метриками или какими автоматизациями вы пользуетесь для успешного онбординга клиентов, и, Инна, какими вы, собственно, тоже автоматизациями пользуетесь для какого-то предикшена того, что клиент собирается чарджнуться. То есть, либо вы это руками все выискиваете, либо у вас есть какие-то бенчмарки, которые вам отправляют модификации, и начинаются автоматические письма и так далее, и так далее. Какой у вас workflow? Спасибо. Я начну, наверное, со своей стороны. Мне бы хотелось похвастаться, что у меня все автоматом, но, к сожалению, это не так. Пока что у меня приходят письма с департамента бухгалтерии о том, что, Инна, мы с этого клиента должны были получить какую-то сумму, где? Это является большим пинком мне идти разбираться, что с клиентом не так, учитывая, что мы выстраиваем по начале каждого года план, сколько мы заработаем на каждой единице клиента, зная его какую-то систематичность бизнеса, сколько он заказывал в прошлом году, какие-то проекты и так далее. Это является причиной идти разбираться, что у него не так. Или бизнес не пошел, или я виновата, или что-то пошло не так. Поэтому пока что система работает вот таким странным образом. Очень хочу вывести на какую-то автоматизацию, потому что, честно, руками тяжело. Учитывая, что я полгода потратила на вот эти разговоры и боли, а учитывая, что я поговорила с клиентами, которые уходили, поэтому я слышала разные фразы в свою сторону, и это был такой тяжелый моральный этап. Было бы хорошо, чтобы система выслушивала все вот эти вот вещи, а не я в телефонную трубку. Спасибо. Я тут тоже, наверное, супер не похвастаюсь. На самом деле, если сделать какой-то ресерч, то у Зовин можно найти куча. Вот на самом деле. Самое такое из того, что более-менее автоматизировано, да, у нас есть Salesforce и понимание поворонки клиентов, которые зайдут, у нас есть понимание, у нас есть Xero, в который есть доступ у success, где мы видим платежи от клиентов, соответственно, мы более-менее как success и понимаем, когда и кто у нас будет заходить, это отвечая на вопрос онбординга, для того, чтобы спланировать нагрузку команды. Если говорить о метриках и о том, как сделать так, чтобы превентить чарн, очень много кс-тул Зовин это уже делают. Мы начинали пользоваться чарн-зироу, к сожалению, отказались, потому что дорого и оптимизировали косты на эту платформу, но она очень крутая. Она на самом деле, у нее есть очень много как раз автоматизаций, можно заавтоматизировать ее с Salesforce с Xero, и, соответственно, она математически высчитывает вот этот health score, плюс ее можно также настроить автоматизацию с Gmail. Что это позволяет? Она позволяет оттрекать как раз итерации, с какой периодичностью клиент платит, есть ли задолженность, как часто мы с ним коммуницируем, или он с нами. Математически это все выдается в health score, и он, соответственно, меняется через какое-то время. Штука крутая, отказались, опять-таки, потому что оптимизировали кост, поэтому сейчас это действительно такой gut feeling. При этом, если говорить про онбординг и его автоматизацию, вот тут вот пока совсем никак. Ну, то есть, на самом деле, пришли, заонбордили, считаем, что все хорошо идет. Онбордим мы, когда клиент заплатил деньги, мы ему проводим демо, рассказываем, что будет с ним дальше. Дальше у нас есть еще в цепочке интеграция. Там уже включается integration manager, он интегрирует платформу с бизнесом. И вот тут вот крутая штука, как раз, если говорить про какую-то автоматизацию или метрики, это сделать вот это сокращение онбординг времени. Как только прошла у нас интеграция, интегратор передает кс в кс, и там уже дальше мы его дополнительно там еще раз рассказываем про функционал кабинета и так далее. То есть, если сказать глобально, то очень много процессов, они не все автоматизированы, частично это все сделано, то есть, есть очень много разных тулзовин, воедино они не сведены. Вот из того, что видела, на самом деле, это действительно такие платформы, как чарнзиро, мы еще смотрели client success, до танго был вообще космических денег, но на самом деле, если узкопрофильные кс-овские тулзовины, они есть, и они чаще всего вот это все покрывают. Вот как-то так, но не пользуемся. Спасибо. Слава. Коллеги, у нас есть опыт запуска искусственного интеллекта для прогнозирования как раз черного клиента. Фактически, мне тяжело сейчас сказать, насколько четко работает текущая модель, потому что мы это запустили, вот с ноября прошлого года обучилась система и дает сейчас прогнозы, надо увидеть, ну, надеюсь, не очень быстро увидим, как чернятся клиенты, но все-таки. На самом деле, мы дополняем эту модель, и спасибо большое за вопрос, потому что один из инструментов это как раз работа Юскана. Мы хотим добавлять поведенческие модели этих контактов, с которыми мы работаем, в том числе вне наших систем, там, соуши и какие-то другие поведения. Но я к тому, что такие инструменты есть, но надо понимать, что если мы хотим запускать искусственный интеллект машинное обучение, это должен быть, ну, прям большой объем собираемых оценок для того, чтобы эта модель классно работала. А она внутри будет работать или вы будете подавать? Она, инструменты искусственного интеллекта есть в продуктах, ну, например, если уж вы задали вопросы, я, Миш, я не рекламирую, просто вопрос такой. У нас на AI сейчас работает распределение сервисных обращений по линиям, то есть похожая модель с разными линиями поддержки. На AI мы сейчас прогнозируем вероятность назначения встречи для того, чтобы весь поток сырых лидов разделить на тех, кому надо в первую очередь звонить или вообще не звонить. И третья история – это прогнозирование для продавцов перехода на следующую стадию продаж. Это такие же инструменты для черного, то есть это никакой не новый механизм, просто настраивается модель немножко с другими параметрами. Спасибо. Спасибо. Еще. Так, вы, а потом вы. Добрый день. У меня вопрос, ну, у меня сразу к нескольким спикерам вопрос. Говорили про рейтинги и геймификацию в саппорте. И с точки зрения там результативности для бизнеса и эффективности для бизнеса это круто. У меня вопрос про то, как это повлияло на динамику в команде, потому что последние исследования в HR направлении говорят о том, что соперничество не так эффективно в долгосрочной перспективе, как сотрудничество. И, ну, вот эти вот рейтинги, они скорее про соперничество. Заметили ли вы что-то в команде в этом направлении? То есть как менялась динамика и, ну, возможно, поменялось качество команды или настроение, или улучшилось, ухудшилось, или какие качественные изменения были в связи с внедрением вот этих вот вещей? Спасибо. Кто хочет начать? Я хочу, давайте. Пожалуйста, Костя. Вот. Ну, мы просто эту систему внедрили буквально год назад, поэтому все по свежим слезам можно рассказать. То есть, да, как только мы повесили, грубо говоря, телевизор и на него начали выводить всю эту информацию, вот те, кто попадают в топ, естественно, радуются, те, кто попадает вниз в таблицы, не очень радуются. Вот. Но вот, как говорили коллеги, главное просто людям объяснить, как работает схема, какие метрики снимаются, из-за чего можно попадать в топ, из-за чего нет, потому что все прекрасно понимают, что все выходят примерно на равное количество смен, отвечают примерно на равное количество чатов, тикетов, значит, что надо просто отвечать качественнее и получать больше позитивных фидбэков. Вот здесь уже буквально все начали работать более качественно, и, соответственно, шансы попадать в топ у них росли. Ну, некоторые люди, да, были как бы не очень довольны, но с ними поработали, объяснили им вроде как бы согласность. Что интересно, приходили даже поперва коллеги из других отделов, тоже как бы посмеивались, вот твоя фотка висит там, или почему-то там, другому говорили, почему твоя не висит и так далее, вот тебя обогнали. Вот. Сначала все посмеивались, посмеивались, но уже буквально через два месяца такая же панель появилась и уже у салзов. То есть, да, потому что мы просто увидели, что те люди, которые стремятся в топ попадать, они в приросте это плюс 30% примерно. Вот так вот. Спасибо. Женя. Я могу ответить. Мы на самом деле чуть иначе делали эту штуку. Мы показывали, если говорить про чистые экраны и то, что было выведено, мы показывали только топ-3, по-моему, по каждой команде. Мы не показывали тех, кто ниже, те, кто ниже, это был уже вопрос, то есть информация была доступна всем, она лежала там условно в какой-то папочке Google Drive, куда все могли зайти и посмотреть. Мы показывали реально топ. Те, кто, кому это интересно, тот, кто драйвится, и тот, кто азартный, он на эту штуку, вот у тех росли показатели, те, кто не очень азартный, но как бы работает нормально, вот он где-то как был среднячком, так и остался, и не азартный человек. Вот не могу сказать, что это прям вызывало какие-то конфликты. Конфликты вызывало, когда вывесили и не объяснили, как посчитали. Когда вывесили и заметили, что там действительно есть нерелевантные отзывы, которые влияют на рейтинг. Вот это было вот, то есть если методология понятна, расчета, оценки, понятно всей команде, всегда есть те азартные, которым прет и очень хочется в топ, и у них показатели скачут, и не азартные, на которых это в принципе не влияет. Ну, им так ок. И тут вопрос, конечно, как вы работаете с теми, кто внизу списка. Тут уже, это было уже больше показатель для тимлида, пообщаться с агентом, понять и вообще сделать как-то так, чтобы этот топ низ списка поднимать чуть выше. Но я не могу сказать, что на настроение в команде это как-то влияло, ну вот в плане негативном. Влияло позитивно на метрики и на то, как это воспринималось. Но старались опять-таки. Изначально мы, правда, допустили ошибку, мы вывесили и не объяснили, как посчитали. Это было обидно. Спасибо. Хочу добавить, вот единственное, что мы эту схему почему не взяли, потому что, ну мы тоже так хотели, только мы хотели половину показывать, а не топ-3, как бы там топ-6, там не важно. Вот. Попробовали, но пришли к такому выводу, что тот, кто стремится вниз, либо внизу, он не хочет себя видеть внизу, он не хочет себя видеть предпоследним и предпредпоследним. Вот. Но когда он видит, что он спускается вниз, там у нас еще есть такие стрелочки, то есть твою динамику показывают. То есть пошел на спад, стрелочка красная, и вниз, и ты так хоп-хоп-хоп-хоп, обновляется каждый день, ты пошел вниз. Человек это видит, и он стремится в топ попасть. То есть, а так те люди, которые попадают в топ, ну они и так будут в топе, грубо говоря. То есть, если кто-то идет, например, из 10-6 или 5-м, его это устраивает. Ну я не буду первым, ну ничего страшного. Вот. А когда он видит, что он спускается уже на предпоследнее место, вот тут он уже включается в работу более активно. Поэтому мы выводим всех. Спасибо. У вас вопрос. Очень увлекаюсь геймификацией, соответственно вопрос туда же. Значит, рейтинги, соревнования всегда будут кто-то, кто внизу. То есть, у вас есть не только топ-3, у вас есть ботом-3. И как, вот вопрос Жени и Косте. Как вы думаете, как эмоционально себя чувствуют ребята, которые попадают в ботом-3? У меня тут сразу другой вопрос. На самом деле, ну это, наверное, встречный вопрос, или он идет за скобками. А как себя чувствует бизнес, если в нем есть сотрудники, которые в топ-3 внизу? То есть, вопрос в следующем. Мы на самом деле, когда приходим на работу, мы работу делаем и деньги за это получаем. Соответственно, у нас есть те требования, которые выдвигает бизнес. Плюс, по практике, на самом деле, ну каждый бизнес хочет развиваться, хочет, чтобы его сотрудники развивались. И если, к сожалению, сотрудники не успевают за темпами бизнеса, или как раз тянут его вниз, соответственно, это где-то на самом деле показатель естественного вот отсева и того, что надо нанимать новых. Как мы работали, если говорить там с точки зрения человеческой, это, конечно, общение с темлидом. Да, наверное, грустно и печально осознать, что ты внизу списка. Для этого, возможно, у тебя есть какие-то причины. Для этого приходит твой темлид и пытается понять, осознаешь ли ты, как сотрудник, что ты не супер перфомишь? Осознаешь ли ты, какой хёрт это внесет для бизнеса? Соответственно, задача темлида как раз разобраться и помочь повысить показатели. Ну вот в таком плане работали. Но с другой стороны, я чётко понимаю, что опять-таки с точки зрения бизнеса те, кто его тянут вниз, к сожалению, ну они не сильно нужны. Но можно ли эту ситуацию исправить? Да, однозначно можно. Вопрос работы с людьми. Спасибо. Костя, короткий ответ. Да, короткий ответ. Ну, собственно говоря, на самом-то деле у нас большой проблемы с этим нету, потому что те, кто попадают вниз, они, ну они не постоянно туда попадают. То есть мы как бы анализируем с месяца и там такого нету, что есть прям вот топ-3 постоянных, с кем надо работать. Ну и да, мы прорабатываем с ребятами, то есть поднимаем их метрики, поднимаем их диалоги с клиентами, находим какие-то проблемы, прорабатываем, и человек больше как бы вниз не опускается. То есть как-то так. Спасибо. Последний вопрос. Вы хотели. А вот черт, я двум хотел. Антон, компания Ideal. Ну, а если очень короткий, то есть Вячеслав, вопрос, на сколько, с какой периодичностью вы меряете NPS внутри одного клиента и как управлять динамикой, этого отслеживаете вообще динамику или нет. И вопрос Евгении, есть ли случаи или процедуры, когда у вас сексесс и саппорт специалисты, они взаимозаменяемые, то есть там кто-то может там что-то другое сделать в рамках того же одного клиента и могут ли они там внутри customer care переходить из саппорта, там настроены ли эти карьерные пути внутри. Да, сори, очень хотелось. У меня же первый был вопрос. Мы по классике NPS меряем раз в 4 месяца на одного контакта. Ну, кстати, вопрос очень правильный, потому что у нас на реакции на наш вопрос построен дальнейший процесс. Мы не звоним всем, то есть если человек нам ответил достаточно адекватно с комментарием в письме, мы его не будем набирать после этого, ну, если того не требует решения инцидента. Мы как раз звоним тем, кто нам там два по четыре месяца подряд не ответил, но это правда в интерпрайз сегменте, где это нормальный цикл, и чуть там чаще, раз в 4 месяца, если человек не отвечает, звоним в корпорейте или в малом бизнесе. Спасибо. Женя. Ну, на самом деле для меня всегда суппорт – это такая entry-level позиция, и когда ты руководишь суппортом, ты стараешься понять и прежде всего вырастить вот эти внутренние кадры для того, чтобы в компании было из чего черпать, ну, то есть мы все понимаем, что расти человека внутри – это дешевле, чем искать снаружи. Соответственно, две карьерные ветки, которые очень реальны для любого суппорта агента – это или QA, когда ты хочешь больше развиваться в техническую часть, или это success, который больше о клиентах, о коммуникациях. У нас есть две практики. Прежде всего, success-агент, он в рамках своего онбординга проводит какое-то время как суппорт-агент для того, чтобы понять, о чем это и как это. У нас есть практика, как уже говорила, мы отдали часть клиентов, которые не стратегические, на попечение суппорта для того, чтобы ребята прокачались в коммуникации. То, что для себя понимаю, очень разный майнсет, это достаточно тяжело. Суппорт, он может быть шикарным, хорошим, он ответил, закрыл тикет, ушел домой. Success – это больше про отношения. Если есть такой человек, который готов расти и хочет расти в коммуникации, и он на данном этапе на позиции суппорт-агента, если он хочет развиваться, давайте ему небольшие тасочки success, чтобы он в какой-то момент уже смог туда перейти. Если говорить про нашу компанию, то у нас есть пример внутреннего промоушена суппорта в success. Обратно нет, обычно это чуть-чуть разные вилки зарплат, соответственно, но в любом случае, когда вы руководите суппортом или вот с success прекрасная почва для того, чтобы ребят растить дальше. Как-то так. Ну вот на этой счастливой ноте, давайте поблагодарим наших уважаемых спикеров за эту прекрасную панель. Спасибо. Объявляется антракт 2. Спасибо. Спасибо.